МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 28 ноября в 22.30 в Кировском районе произошел сильный пожар. Полностью сгорела половина дома и надворные постройки. Приблизительно в это же время на улице Малышева столкнулись автомобиль Тойота и ВАЗ-2108. Спустя час на сибирском тракте автомобиль Пежо обрезался в грузовой масс с полуприцепом. Ранним утром 29 ноября в поселке Первомайский загорелся частный дом. В целях обеспечения безопасности дорожного движения госавтоинспекция проводит специальные мероприятия наружная реклама. Сегодня 29 ноября проводилась очередная операция «Маяк». 28 ноября в 10.30 по адресу Астраханская, 23, произошел сильный пожар. Полностью сгорела половина дома на двух хозяев и надворные постройки. Площадь возгорания составила порядка 80 квадратных метров. Со слов очевидцев, пожар начался из сарая. Через некоторое время загорелся и жилой дом. Его хозяин Сергей Карманов в это время находился в гостях. Я в гостях, в гостях. Я в гостях. Сознаем пожар идет. Все. Вследствие сильного ветра и тесного расположения строений, огонь перекинулся на сарай соседей, проживающих по адресу Астраханская, 21-Б. Все соединено было с соседским сараем. От его сарая загорелось. Вскоре загорелась половина соседнего двухквартирного дома под номером 25. Жильцов здесь также не оказалось. Сердобольные соседи пытались собственными силами потушить пламя. Помогали кто чем мог. Одни ведрами носили снег, другие закидывали его в огонь лопатами. Стояли на перекрестке, увидели зарево. И подбежали, соответственно, вызвали пожарные. Вот, приехали. И вот сейчас собственными руками, вот даже руки до сих пор грязные, посмотрите. Тушили вот собственными руками. Ну не я, конечно, один, но тут много кто помогал. Может кто-то подшутил, может кто-то что-то. Как сказать-то, сейчас мы ничего сказать не можем. Ну, мужик-то хороший был. На локализацию возгорания и проливку пожарной охране потребовалось около четырех часов. Причина пожара – неосторожное обращение с огнем неустановленными лицами. 28 ноября в половине 11 вечера произошло дорожно-транспортное происшествие. Столкнулись автомобиль Toyota Carina и ВАЗ-2108. Автомобиль Toyota Carina двигался по Малышево в направлении улицы Белинского. Неожиданно, без указания поворота, из правого ряда стал разворачиваться ВАЗ-2108. Произошло столкновение. В результате автомобиль Toyota Carina получил повреждение. Мы ехали на машине по левому ряду. По правому ряду ехала восьмерка. И с правого ряда, не показав поворот, начала поворот. И мы в нее врезались. Я шел с компанией вот здесь вот. Потом смотрю, ехала восьмерка. Она как бы хотела, наверное, развернуться, не знаю. И в нее ехала вот эта вот машина Toyota ED. Вот, он потом поехал прямо и от них стал угонять. Автомобиль ВАЗ, совершивший ДТП, скрылся с места происшествия. Пострадавших нет. Сотрудниками ДПС объявлен план перехват. Ищут восьмерку бежевого цвета с номером 910 и поврежденной левой частью. Напомним, оставление участникам ДТП места дорожно-транспортного происшествия строго карается законом. 28 ноября в половине 12 ночи недалеко от торгового комплекса «Сибирский тракт» произошло дорожно-транспортное происшествие. Столкнулись автомобили «Пежо» и грузовой МАЗ с полуприцепом. Автомобиль «Пежо» под управлением Юрия Гущина двигался со стороны Екатеринбурга. По словам пассажира машины Станислава Илсукова, он и его товарищ собирались съездить на дачу. В результате столкновения «Пежо» оказался под полуприцепом грузового автомобиля. У грузовика деформирован противооткатный буфер. От травмы повреждений пассажира легкового автомобиля спасло то, что он был пристегнут ремнем безопасности. Водитель же автомашины Юрий Гущин, 81-го года рождения, с отресением головного мозга и ушибом грудной клетки, госпитализирован в 36-ю городскую больницу. Установленная причина происшествия – несоблюдение дистанции водителем автомобиля «Пежо» в условиях недостаточной видимости. 29 ноября в 4-м часу утра в поселке Первомайский под городом Березовский загорелся частный дом. Площадь пожара составила около 50 квадратных метров. Полностью выгорел жилой дом. Приблизительно в 3.25 утра в поселке Первомайский под городом Березовский возник пожар. Первыми загорелись сарай и баня. Затем огонь перекинулся на жилой дом. Соседи помогали в тушении. Лопатами забрасывали снег в огонь, тем самым не давая распространиться пламени на другие постройки. Позади дома соседи обнаружили следы, ведущие через забор во двор. Следы мы сами увидели. Вели к бане следы и через забор кто-то перекинулся и следы к бане вели. Загорелась-то одна баня сначала. Это натуральный поджог. Хозяйка дома обвиняет в поджоге свою родственницу. Сгоревший дом был причиной раздора между наследниками. Опекун несовершеннолетних внуков Анна Козлова получила право наследования дома в пользу детей умершего зятя. Сестра покойного, видимо, не согласилась с таким решением суда. Оформила наследство полностью по закону все. А вторая половина наследницы, это Зия Динова, она не соглашалась ни на какие варианты. А так как я опекун, у меня пенсия инвалидская, детей мне содержать не на что. Я свою квартиру сдала и перешла сюда жить. При пожаре пострадали домашние животные, сгорели куры и кошка. Остались без крова дети-сироты. Истинные причины пожара установят специалисты исследовательской пожарной лаборатории. За минувшие сутки в области зафиксировано 217 преступлений, раскрыто 145. Совершено 4 убийства, задержано 5 преступников, находившихся в розыске. Зарегистрировано 5 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 5 человек. Произошло 18 пожаров. Из огня удалось спасти 6 человек. Рекламные щиты, установленные вдоль дорог, снижают уровень безопасности дорожного движения, считают сотрудники ГИБДД. В связи с этим госавтоинспекция проводит специальное мероприятие «Наружная реклама». По мнению специалистов ГИБДД, наружная реклама, установленная с нарушением действующих норм, затрудняет оценку реальной дорожно-транспортной обстановки. Например, щиты, установленные сбоку от дороги, и рекламные растяжки отвлекают внимание водителей и являются дополнительным раздражающим фактором. Федеральный закон о рекламе гласит, не допускается размещение и эксплуатация средств наружной рекламы над проезжей частью и обочинами дороги. Ко всему прочему, запрещается устанавливать рекламные щиты на аварийно-опасных участках дороги, на железнодорожных переездах, а также вблизи остановок общественного транспорта и пешеходных переходов. Итоги мероприятия наружной рекламы будут подведены 5 декабря. По выявленным в ходе проведения мероприятия нарушением будут приняты меры и установлен контроль за устранением недостатков. Сегодня, 29 ноября, проводилась очередная операция «Маяк», которую ежегодно проводит УКБС совместно с ГИБДД. Цель операции – проверить выполнение правил дорожного движения. Водители обязаны предоставить преимущество спецмашинам, которые идут с сиренами и проблесковыми маячками. Этот пункт правил зачастую игнорируют с участниками дорожного движения. В прошлом году в ходе такой же операции было выявлено 40 нарушителей, в октябре нынешнего года – 15, а сегодня только три водителя не уступили дорогу пожарной машине. Почему я не остановился? Потому что дороги очень скользкие и, применив экстренное торможение, машину уже потащило. И если бы я дальше тормозил бы, я просто бы встал перед, как называется, мордой автомобиля, который шествовал с пожарного автомобиля. И была бы неминуемая авария. Я притопил и проскочил. Однако сотрудники ГИБДД обращаются к водителям с просьбой не игнорировать спецмашины, идущие с сиренами и проблесковыми маячками. Потому что, возможно, в этот момент именно от вас зависит чья-то жизнь. Водителям что могу пожелать? Только чтобы уступали транспорту специальному, то есть пожарным, скорой помощи. Специальным, потому что люди исполняют свой служебный долг. Будьте взаимовежливы, пропускайте пожарные машины, которые следуют к месту пожара. Потому что заложником огня, возможно, стали ваши родные и близкие, ваши дети. Такие операции планируется проводить регулярно. Быть может, они дисциплинируют наших водителей, и машина спецслужбы вовремя успеет туда, где случилась беда. Ночной патруль приглашает сотрудничество журналистов, видеооператоров, видеоинженера. Оплата достойная. Редактор субтитров А.Семкин